welcome to the big house sorry for my english но в целом работай доволен приветствую всех на канале сегодня финальный ролик по изготовлению улев но для составления более полной картины по данной теме рекомендую ознакомиться с предыдущими роликами по подготовке материала и изготовлению составных частей ссылочки на них я оставлю в описании сегодня сверловка фрезеровка и полная сборка в ролике также будут чертежи с размерами которые я продублирую в конце видео также в конце ролика вставлю пару комментариев из предыдущего видео с полезной информацией которую мне написали единомышленники которые занимаются либо занимались изготовлением мульев я думаю это будет полезно надеюсь вступление затянул не сильно приятного просмотра жду ваших отзывов подписывайтесь на канал всем добра вот пока что получается я составил просто без креплений основную часть улика также нет на еще но самое время замерить рамка как видите давно уже не рабочая но для замеров пойдет пчеловоды кто мне заказывал улики всегда просят чтобы у рамки был довольно свободный ход потому что пчелы это все так зафиксируют что потом очень трудно вынимать и такая же ситуация у нас будет с наставкой из крышкой крышка пока только каркас потому что сейчас мы будем делать все технологические отверстия это входы для пчел и вентиляцию отверстие будет диаметром 25 миллиметров я буду делать перьевым сверлом выскочит схемка будут видны координаты и расположение отверстий и такую же процедуру делаем в наставке а в боковинах крышки мы делаем вентиляционное отверстие по середине отступая 25 миллиметров здесь диаметр отверстия будет у нас 20 22 у меня будет 20 обязательно подкладываем брусок чтобы не было сколов с этой стороны отверстиями закончили переходим к фрезерным работам для начала нам нужно сделать по всей длине как на основной части так и на наставке пропил на передней стенке и на задней здесь будет устанавливаться перегородка между ульями проще говоря между пчелиными семьями и это буду делать фрезой восьмерочкой с помощью правила правила служить направляющей и отмерил что от центра до края 70 миллиметров и с этим учетом прикручу правила дело я буду сразу на обоих поэтому совместил их и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делать я буду это в два этапа. Сначала прямой фрезой на 16, сделаем основу до середины примерно, затем переверну и пройду обгонной фрезой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и предпоследний этап перед сборкой каркаса в отверстиях на деталях крышки на боковинах, которые мы делали для вентиляции, нужно установить с внутренней стороны сеточки. Следующий этап сборка. Переходим к сборке. Собирать будем просто на шурупах заранее сделанные четверки. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше по такому же принципу собираем все остальное Субтитры сделал DimaTorzok Ну в принципе каркасы готов, осталось сделать крышку, дно и порожки перед входом Переходим к дну, делать я буду все из тех же щитов, которые наклеил заранее Общая длина у нас 92, здесь по 15 мм, остается по 790 мм Сейчас на циркулярке обрежу щит в нужный нам размер и все так же прикручу его на саморезы Пила у меня на угол не поворачивается Большой фрезы у меня нет, поэтому я просто срежу выступающую часть рубанка Сделаю небольшой скос Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но сделали, теперь нам нужна крыша Крыша будет из фанеры, потому что здесь все равно утеплитель А там уже по желанию заказчика обобьет железом Или чем угодно Фанеру я буду использовать 8-мм или 10-ку Просто прикручу ее на шурупы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok